Добрый день и добро пожаловать на канал Перевод Жив. Сегодня мы обсудим, что делать, если текст выступления у вас есть заранее. За неделю, за день, за несколько минут до самого выступления. Раз, раз, перевод жив. Очень часто переводчики переводят, не имея никаких или почти никаких присланных заранее материалов, включая тексты выступления. Как бы там мимо и не подчеркивали всегда, то, что важно иметь эти материалы, иногда организаторы это понимают и, в общем-то, к выступающим сами пристают с этими требованиями, но жизнь показывает, что текст получить заранее далеко не всегда возможно. Но часто все-таки он есть. И как-то, особенно для начинающих переводчиков, важно понимать, что он дает, и что делать в этом случае, как сделать так, чтобы полученный заранее текст не стал помехой, не отвлекал в нужный момент, а помог как можно лучше обеспечить коммуникацию. Потому что, в конечном счете, наша задача – это обеспечить коммуникацию, чтобы люди до друга поняли. Я рассмотрю три, условно говоря, общих сценария, которые могут быть. В зависимости от того, на каком этапе переводчики этот текст получили. Берем первый идеальный случай. Переводы, точнее, текст оригинала предоставлен переводчикам хорошо заранее, условно говоря, за неделю до мероприятия. В этом случае, по крайней мере, теоретически переводчик может полностью перевести письменно этот текст. И, когда наступит время переводить, по сути, сможет его синхронно с оратором зачитать. Переводчик будет гораздо меньше как-то нервничать. Если возникнут какие-то помехи со связью, это не будет сильно мешать. Случай, конечно, идеальный. Но тут сразу есть несколько «но». Во-первых, так бывает нечасто. Во-вторых, все мы люди. И, конечно, если у вас вся эта неделя, например, перед мероприятием свободна, особенно если вы переводчик начинающий, для вас действительно важно не ударить грязь лицом. И понятно, что вы будете нервничать, если это одно из ваших первых мероприятий. Поэтому все, что поможет немножко снизить уровень стресса, приветствуется. Конечно, в этом случае неплохо было бы даже просто для практики, для подготовки сесть и все перевести. Но люди, которые постоянно работают переводчиками, зарабатывают этим на жизнь, может быть, совмещают с какой-то постоянной штатной работой, далеко не всегда имеют время, не всегда они просто, так сказать, ничего не делают всю эту неделю. И они могут просто физически, при всем желании, не иметь так уж много времени на то, чтобы полностью красиво все перевести. Тем более, что это я вот сказал текст, а на самом деле текстов может быть много. Например, вы переводите какую-то конференцию, и вот, скажем, если это даже однодневная конференция, там может быть заявлено 10 докладчиков. Перевести все их тексты, даже если они все у вас есть заранее, это довольно длительная процедура, поэтому, естественно, будем реалистами. Не всегда на это хватит времени. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что не всегда тексты, присланные заранее, это действительно то, что человек дословно, скажем так, по бумажке воспроизведет, когда начнется мероприятие. Может быть такое, что человек будет от него отходить, вставлять какие-то свои рассуждения по ходу дела, к этому надо быть готовым. Ни в коем случае не зацикливаться только на своем заранее заготовленном переводе, а быть готовым в любой момент переключиться на именно синхронный период, то, что приоритет, естественно, всегда у того, что человек говорит в микрофон, а не того, что дали заранее. Довольно часто бывает такое, что текст, который дан заранее, он, в принципе, не текст выступления. Он может быть значительно длиннее. Там может быть какая-то статья на 10 страниц, а понятно, что по регламенту человек больше трех никак воспроизвести не сможет. Поэтому, в общем, переводить все от корки до корки письменной заранее стоит только в том случае, если вы действительно более-менее уверены, что это именно финальный текст самого выступления, а не просто какая-нибудь статья на ту же тему, которую человек прислал, а на самом деле будет говорить что-то вокруг этого. Тот же вопрос, как вы будете работать с напарником, потому что, ну, можно, конечно, вдвоем все перевести, можно попытаться прикинуть, кто в каком порядке будет кого переводить и разобрать докладчиков или там доклады заранее. Но это тоже не всегда стопроцентная тактика, потому что в день мероприятия может выясниться, что появились новые докладчики, что кто-то из тех, кто должен был выступать, не пришел или опаздывает. Организаторы в любой момент могут поменять порядок следования этих докладов и как бы вы должны быть к этому готовы, что вы будете делать, если, например, два ваших пойдут подряд или там наоборот. Договориться по возможности об этом с напарниками. В принципе, есть смысл при прочих равных заранее установить контакт с вашим напарником и как-то понять, будете ли вы как-то заранее дробить эти материалы или каждый будет готовиться ко всем. Тут есть свои плюсы и минусы, но сейчас не будем во всех о них говорить. Ну, одним словом, если есть время, если есть возможность, можно все перевести заранее, но при этом, естественно, быть готовым всегда отойти от этого текста. И, конечно, поскольку главный в переводе, как я уже сказал, коммуникация, даже если вы все идеально перевели и оратор действительно идет по этому тексту, важно, чтобы вы не просто монотонно что-то зачитывали по бумажке. Ваш перевод должен звучать хорошо, с правильными интонациями, звучать заинтересованно. Стоит даже потренироваться, может быть, если позволяет время так прочитать, потому что иначе потрясающее правильное содержание может быть просто смазано невнятной подачей переводчика, который как бы читает по бумажке, хотя он вроде бы хотел как лучше. Раз, раз, перевод жив. Второй, более гораздо реальный вариант. Тексты дали заранее, но не сильно заранее, например, накануне. Время явно ограничено, и переводить все целиком, даже просто вообще даже в теории нет времени. В этом случае ваша задача тексты проработать, прочитать, понять, уяснить общую мысль. Если вы понимаете общую мысль, понимаете характер аргументации, это уже огромный плюс, это уже означает, что вы не наделаете каких-то принципиальных ошибок. Вы уже понимаете, из чего оратор исходит. Далее. Не просто понять общую мысль, что-то себе заранее пометить, выписать. Ключевые термины. Ключевые имена собственные. Что касается имен собственных, например, в том числе имен людей, названия организации, это тоже такое минное поле. С именами людей надо, естественно, убедиться, что вы понимаете, как их правильно произносить на другом языке. В некоторых случаях надо понять, например, это мужчина или женщина. Что касается названий организаций, таких составных, бывает такое, что, в принципе, они вам знакомы, вы их знаете, это не то чтобы новая для вас вещь, но поскольку это название из трех и более слов, не всегда его удобно в ходе синхронного перевода быстро выдать, не перепутав порядок слов, не исказив немножечко, потому что бывает где-то там Russian это русский, а где-то российский, где-то какое-то слово прилагательное, может быть, передано, я не знаю, экономический какой-нибудь совет, а где-то официальное название совет по экономике. Такие вещи в ситуации синхронного перевода довольно легко перепутать, а это может для заказчика быть даже важнее, чем содержание многих фрагментов самого выступления. Поэтому такие вещи себе все равно стоит выписать, иметь перед глазами во время перевода и понимать, что вот когда это встретилось, просто можно посмотреть глазами туда-то и считать, нежели чем тратить время и ценный ресурс на то, чтобы вспомнить и ничего не напутать. Естественно, должности людей, эти вещи очень трудно переводить сходу и при этом они зачитываются модераторами очень быстро, так в проброс, поэтому это все должно быть выписано заранее. Также, естественно, поработать с цифрами, например, если вы распечатаете себе заранее этот текст, то цифры отдельно выделить и сами цифры и порядок, единицы измерения, то есть понимать, где рубли, где доллары, где евро, где юани, где миллионы, где миллиарды. Ну и, например, можно текст распечатать целиком. Кто-то не распечатывает и все имеет на каких-то устройствах, может быть, там на другом компьютере или на одном и том же компьютере, или на iPad и так далее. Но это дело вкуса, но, скажем, мне нравится при возможности иметь материалы распечатанными заранее, тогда точно знаешь, что ты не зависишь от того, что у тебя аккумулятор там сел или что-то там зависло, и всегда можно на самом тексте в любой момент что-то подписать, вот, поэтому есть смысл в том, чтобы потратить немножко бумаги. В общем, можно даже себе в отдельных трудных моментах выписать какие-то фрагменты перевода этих фраз, особенно если это что-то вроде девиза, лозунга, номинации, премии, может быть, каких-то вот игровых призывов. Если оратор там собирается вставить шутку, обязательно заранее подумать, как вы будете передавать. То есть все то, что не просто передает какую-то фактическую информацию, а где форма выражения, эта информация тоже важна. Раз, раз, перевод жив. Третий вариант, тоже весьма типичный, когда текст вы получаете вот за 10, 15 или меньше минут до начала выступления. Уже там вы пришли на мероприятие или подключились к видеоконференции, и вдруг вам, значит, скидывают, а вот, кстати, текст есть. Что делать в этом случае? Тут любопытный момент, потому что есть переводчики, опытные, профессиональные, квалифицированные, которые скажут, в таком случае вообще этот текст стоит проигнорировать, отложить в сторону, и уже, пускай он тебя не смущает, потому что будет только хуже. Ты сейчас начнешь дергаться, пытаться в тексте что-то искать, пытаться слушать, и выйдет только хуже. Ну, важно знать, что есть такая точка зрения. И действительно, если вы чувствуете, что слишком много всего, и что какой-то текст на вас свалился в последний момент, и вы сейчас не успеваете его никак обработать, то не надо просто из принципа что-то с ним стараться делать. В этом случае, действительно, может быть, лучше его отложить и сосредоточиться на слушании, на заранее заготовленном, естественно, глоссарии по теме выступления, по теме конференции. Но это не единственный алгоритм возможный. Если вы работаете в нормальной кабине, все происходит очно, и у вас есть напарник, и этот напарник какой-то нормальный человек, то наличие текста, даже принесенного в последний момент, может быть очень полезным, потому что ваш напарник может вам немножко помочь. То есть, например, вы будете переводить, а напарник будет следить по этому тексту, и, например, при необходимости показывать или подчеркивать вот те же самые цифры, названия, помогая вам увидеть в нужный момент нужную вам вещь на бумажке. Это раз. Во-вторых, конечно, лучше попробовать это заранее, пытаться все это сделать при, так сказать, первом же своем рабочем синхроне или в один из первых случаев. Во-вторых, очень полезный навык, действительно очень полезный синхронный перевод с элементами перевода с листа. То есть, когда вы и слушаете оратора, и все-таки успеваете глазами хотя бы следить на странице примерно, где он, ориентируясь, скажем, на начало абзацев, ориентируясь по каким-то словам, написанным на заглавных буквы, это не означает, что вы будете выполнять полноценный перевод с листа, но, по крайней мере, это, опять же, поможет вот совсем уж в тяжелых моментах, когда какое-то имя не расслышано, название, или там вы не уверены, опять же, миллион, миллиард, там, сколько процентов и так далее, выцепить нужную информацию с листа и не допустить ошибки. Кроме того, в условиях удаленного перевода, которого в последнее время стало очень много, которого в озаримой перспективе тоже будет много, это лишняя гарантия от того, что при помехах вам не станет чрезвычайно трудно переводить, потом помехи, это, так сказать, беда, но это полбеды, если, например, в какой-то момент звук оратора прерывается или там начинает плавать, и это у всех, то переводчик может и, в общем-то, в некоторых случаях даже должен спокойно, профессионально сказать в микрофон, что переводчик не слышит. Выступающего перевод будет продолжен тогда, когда помехи прекратятся. И в этом случае понятно, что все остальные слышат то же самое и понимают, о чем это речь. Но часто бывает гораздо более коварная ситуация, когда, в общем-то, все слышно, но, например, оратор не использует гарнитуру, не использует нормальный микрофон, как это, в общем-то, требуется, как это всегда рекомендуется. А говорит, использует какие-то бытовые наушники или там даже просто во встроенный микрофон компьютера что-то говорит, поэтому звук идет, но с эхом, с какими-то посторонними шумами, может быть, немножко квакает, может быть, еще что-то. Если его просто слушать, то вроде бы и ничего, но если пытаться переводить, то становится гораздо тяжелее, и при этом вроде бы объявлять аудитории, что что-то не так с качеством звука, ну, не всегда это то, что переводчики сделают. В зависимости от того, насколько они уверены в себе и насколько они уверены в том, что они правильно понимают стандарты, технические стандарты своей профессии. Потому что, может быть, всем остальным покажется, что на самом деле все нормально, и переводчик что-то просто капризничает. Но если у вас есть текст, то вы, опять же, можете восполнить необходимые вещи с него. Также еще один бич переводчиков, это люди, говорящие с жутким акцентом. Это тем более такой вопрос субъективный и спорный. Кто-то этот акцент понимает лучше, кто-то хуже. Может быть, никто не понимает, а может быть, как бы все понимают, кроме переводчика. Поэтому это уж совсем редкость, когда переводчик позволяет себе сказать, что, например, из-за акцента оратора не в состоянии переводить. Таких случаев практически не бывает. И текст выступления может просто помочь. В этом случае это будет, по сути, перевод с листа. А звук, просто отдельные опорные слова будут помогать переводчику понять, ну, где по тексту он находится, так, чтобы не закончить там слишком рано или там не опоздать. Наоборот. Хотя и Марксов метод имеет системный характер, дает и возможность временно изолироваться разные по системе и анализ, как анализ противоречий. Я постараюсь с фокусом вспомнить хотя бы два Марксов металлогических момента, не только для теоретического наслаждения, но и для практических нужд экспериментального применения в противоречиях глобализации. Это опосредование полусов противоречия и второй процесс рождения, становления системного развития до стадии их разрешения. В общем-то, очевидная вещь, но не будем забывать еще о том, что переводчики же работают по сменам. Мы с коллегой работали удаленно на мероприятии, где было несколько выступающих. Никаких материалов заранее не было, кроме темы. И, в принципе, можно было ожидать, что это будут довольно общие и довольно хорошо понятные по контексту вещи. Но один из выступающих был иностранный делегат, который выступал на английском. И, как оказалось, этого не было понятно заранее, что он будет вообще рассказывать о ситуации там в Германии, скажем. То есть, хотя тема была посвящена России и США, казалось бы, откуда здесь возьмется Германия. Но так получилось, что за то время, пока подключались люди, переводчики уже были в Zoom, этот иностранный оратор написал в чате Zoom мне, спросив, увидев, что там я обозначен как переводчик. Это тоже такой нюанс, естественно, когда мы переводим удаленно, есть смысл сразу же переименовать себя так, чтобы было понятно, что вы переводчик. спросил, не нужен ли мне текст выступления, или уже слишком поздно не нужно. Я сказал, конечно, конечно, очень нужно. Человек мне прислал свой текст выступления, причем даже тоже не сразу, а буквально минуты за три до уже начала мероприятия, но начинать должен был мой коллега, и вот его смену, там, те первые 20 минут, которые он работал, я смог за это время распечатать этот текст, ну, естественно, сразу же поделиться с коллегой тоже, переслать ему, распечатать этот текст и более-менее его проработать, посмотреть термины, посмотреть основные мысли. И оказалось, что это было крайне важно, потому что здесь как раз уже пошла специфика, какие-то конкретные договоры, аббревиатуры, довольно узкоспециализированные термины, и в итоге так получилось, что именно я попал на перевод этого человека, но вот так стратегически подготовился, за эту одну или там полторы смены моего коллеги, я совершенно спокойно с этим текстом справился, хотя, казалось бы, он был прислан в то время, когда уже, в общем-то, было поздно дергаться. И такой, ну, небольшой, может быть, теоретический нюанс, когда я начинал говорить про первый сценарий, то есть тексты присланы заранее, самое важное, все-таки сперва понять общий смысл текста, то есть основные посылы, основные аргументы, средства их связи и так далее. Если, конечно, вам текст попадает в руки там за 10-15 минут, и вы все-таки хотите что-то с ним сделать, а не просто от него отказаться, то зачастую оказывается так, что, ну, скажем, понять его смысл вы в этой стрессовой ситуации уже толком не можете, потому что не хватает времени, и много всего происходит, в этом случае, по крайней мере, можно обратить внимание, да, на бросающиеся в глаза незнакомые термины, на прецизионную информацию, то есть цифры именно собственные, и рассчитывать на то, что, ну, общий смысл, общую канву вы уже, естественно, поймете как синхронист, когда человек начнет говорить, но, как бы, здесь зайти с другой стороны и поработать, в первую очередь, над отдельным вокабуляром, отдельными трудными моментами. Раз, раз, перевод жив. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.